Песня ой, моя столица! Развлечения для всех возрастов и самых разных вкусов. Свой юбилей Минск отмечает с размахом. Концертных площадок и шоу в городе не счесть, как и гостей, которых сегодня радует и праздник, и погода. Мы сегодня с утра проснулись от того, что дети увидели воздушные шары в небе. Настроение сразу у всех улучшилось, сразу как-то праздник в душе появился. Пользуемся возможностью провести так интересный день. Очень красивая музыка, разные развлечения. Атмосфера сегодня очень замечательная. Просто людей много, выходной день, погода порадовала. Вкусно кормят, замечательно все. С праздником! У спортивной арены в Чижовке настоящие баталии. Сначала на земле, а затем и в воздухе. Авиационное шоу собрало зрителей не меньше, чем желающих поучаствовать. Правда, полетать здесь предлагают не на самолете, а в вертолете. Аттракцион не бесплатный, но ни это, ни длинные очереди. Кажется, не помеха. Первый раз видел наш район с высоты. Печатления просто замечательные. Самая масштабная площадка традиционно у Дворца спорта. Здесь по давней традиции встречают караваи. На фестивале хлеба развлечения есть даже для самых юных пекарей. Приходят сюда, и чтобы отведать праздничный торт. Подарок имениннику весом 270 килограммов. Чтобы разместить его на ремонтно-механическом заводе, специально изготовили конструкцию. На монтаж и изготовление самого торта ушло два дня. Очень много людей трудились над этим проектом. Очень долго он разрабатывался, согласовывался, продумывалась. Каждая деталь. На девяти лебестках делят девять различных направлений. Самых значимых для города. Это спорт, наука, культура, архитектура. Своим мастерством публику впечатляли и так называемые стронгмены. Силачи из разных стран на глазах уземленной публики устроили представление на пределе человеческих возможностей. Давайте, давайте поддержим Руслана. 320 килограммов. В центре Минска современного сегодня разместился и древний Менск. Организаторы этого фестиваля погружают гостей на 10 веков в прошлое. Во времена рыцарских турниров. Сражаются здесь по всем правилам и, конечно, за сердце благородной дамы. Конный турнир. Угонор. 950 годия города Минска. Конные баталии, ярмарка мастеров и стрельба из лука. Декорации, как и с той самой повести временных лет. Только вот едва ли тогда с луком в руках можно было встретить прекрасную даму. Да и само оружие сегодня легче и современнее. Лучники со стажем уверяют, несмотря ни на что, в этом искусстве по-прежнему никуда без ловкости, меткости и опыта. Я порядка 17 лет увлекаюсь. А по вседневной жизни вы чем занимаетесь? Вы не поверите, стреляю из лука. За национальную команду, только со спортивного. А вот эта пара, как и еще 8 других, нынешний день города будут вспоминать с особой теплотой. Молодожены из каждого района столицы сегодня со всеми почестями становились мужем и женой в торжественной атмосфере верхнего города. Я это все организовал, поэтому мы очень счастливы. Это как в кино. Это как в кино, на самом деле. Для нас такую честь. Выделили 9 пар в городе. Мы очень рады. Подарили городу сегодня и бессмертное творчество Мулявина. И хоть легендарный музыкант родом не из Минска, именно здесь он творил. И здесь же навсегда увековечили его имя. Это уже родина. Потому что я тоже свердловчанка, я тоже родилась там. Но я не представляю, как это можно без этого города, без этой страны с синекой. Праздник еще и повод сказать спасибо. В городской ратуши нашли своих обладателей высокие государственные награды. А в Большом театре оперы и балета на сцену поднялись учителя, врачи, спасатели, кондитеры, парикмахеры, ученые, люди искусства и спорта. Всех теперь объединяет одно почетное звание – Минчанин года. За общим весельем не принято забывать об истории. Поэтому сегодня обязательно вспоминают и тех, кто за этот город отдал самое ценное – жизнь. О том, что Минск – город-герой, напоминать ненужные гостям. К обелиску идут и просто неравнодушные, и десятки официальных делегаций. В белорусской столице больше 20 городов-побратимов по всему миру. И почти из каждого приехали с поздравлениями. В 1966 году Нотингем и Минск стали побратимами. Тогда мы хотели помочь строительству рынка, который называется Комаровский. Сейчас у меня нет слов, чтобы описать, насколько с тех пор изменился Минск. Теперь я понимаю, почему тогда мы заключили это соглашение. Уже мои предшественники понимали, что Запад и Восток не нужно разделять. Мы должны развиваться вместе. В ноябре месяце каждый год в Новосибирске на центральной площади Ленина разворачивается ярмарка белорусских товаров. Три года подряд это было, и в этом году, я надеюсь, тоже это будет. Я поздравляю всех минчан с праздником, с юбилеем от всей души. Счастья, добра вам, сябры. Город Чанчунь и Минск уже 25 лет побратимы, поэтому я хочу поздравить с Днём города всех минчан, а заодно и с годовщиной нашей дружбы. Мы вам всегда рады. Рады гостям и в Минске. Десятки праздничных площадок по всему городу. И, что удивительно, о чрезмерных тратах речь не идёт. Здесь очень много спонсоров, частных компаний, которым интересно принимать участие в таком государственном частном партнёрстве, где и они показывают себя, и показывают то, что они уносят вклад в развитие нашего города. По случаю юбилея за час до полуночи небо над Минском раскрасит праздничный фейерверк. 950 – это дата, но остаётся ли город всегда молодым, зависят от каждого его жителя. А белорусская столица со временем становится всё краше. И это заметно даже с высоты птичьего полёта. Наталья Стельмах, Влада Корницкая, Дмитрий Буй и Александр Автухов. Наши новости ОНТ.